Как автор преподаватель решил провести экзамен? Обычно в качестве темы я привожу к каким-то математикам, культурам, культурам, что-нибудь, да? А здесь экзамен решил провести на такую смешную тему. Сколько человек сдаст экзамен? Виктория, учитель, профессор или кто угодно, решил провести экзамен. Тема экзамена такая. Сколько человек получит? Тёрт. Сколько? Тёрт. Чтобы было проще, давайте договоримся, что не бывает оценок 3-4 единиц, тем более никто не ставит, конечно. Бывает только двойка и бывает пятёрка. Система такая. Студент подходит, говорит, я считаю, что на сегодняшнем экзамене будет, я не знаю, что, две пятёрки. Замечательно. Преподаватель ставит ему оценку 2 и 5. Студент говорит всем, вот мне поставили стойку, да? И уходим. Следующий студент подходит, говорит, я считаю, что на сегодняшнем экзамене будет не так. Девять, ничего, замечательно, получая оценку, украине 5. Тоже её всем сообщают, уходи. В конце экзамена у нас у всех, у каждого оценка, и мы уже знаем, понятно, да? Мы уже знаем, сколько будет того или иного. А вот дальше, если преподаватель поставил какого-то студента незаслуженного, то есть студент сказал правильное число, а его поставили полку. то в таком случае преподаватель объявляется некомпетентным. Я считаю, что здесь всякие страшные слова, да? Его оценки все исправляют на пятёрки. Причём не только эту оценку, а все. Все студенты получают пятёрки. Ну, давайте, да, преподавателю, там, произвести хорошие слова, выгоняют его в Америку, будет нам поведен, а суперскент после этого преподавает. В нашу школу мы его больше не пустим. Всё понятно? Всё, отлично. Теперь вопрос. Могут ли студенты так себя, чтобы в результате, либо он сам у всех присутствует, либо после вот этой вот процедуры, правильно, в своём проекте, нужно ждать, чтобы у всех студентов были... Сначала я задам совсем простой вопрос. Пусть студентов один человек. Почему нет? Ей один вверх. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что подойдёт. Преподаватель весело скажет, а вы ему когда поставите? Я не знаю. Преподаватель правильно поставил его. Поняли? Да. Если один клиент скажет, что будет двойка, да? Если ему поставят двойку, то тогда получится, что он же продал результаты экзаменов, да? А значит, ему надо было пятёрку ставить. Значит, ему исправим процентную пятёрку. Так? Идею все поняли? Да. Все поняли идею. Отлично. Значит, если один человек, то что? Он выигрывает. Просто нагло заявляя, что будет на этом экзамене двойка пятёрка. Будет только одна двойка. В таком случае, либо преподаватель ставит ему пятёрку, если он счастлив, да? Либо преподаватель ставит ему двойку, и вот тогда получается, что студент угадал, и тогда получается, что он вынужден будет изменить отзыв. Все понятно? Да. Все понятно? Я прочитаю вам несколько историй, которые на самом деле связаны с этой задачей. Не совсем напрямую, но на самом деле связаны. Я думаю, что после того, как я прочитаю вам эти истории, это известная штука, продукции такие словесные, известные, что это с давних-давних времён.